Операция «Мигрант» на региональной дороге Наринмар-Усинск пресекают факты незаконного въезда на территорию округа иностранных граждан и лиц безгражданства. Более ста вопросов от жителей Наринмара и окружных сёл. Глава региона Игорь Кошин проведёт прямую линию в эфире радио Наринмар-ФМ. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Выявление и предупреждение фактов хищений и нецелевого использования бюджетных средств в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Такова главная тема заседания Совета по вопросам безопасности, противодействию коррупции и экстремизму, которую провёл сегодня полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Губернатор нашего округа участие в расширенном заседании принял посредством видеоконференц-связи из Москвы, где находится в командировке. Вопросы антикоррупционной направленности в системе ЖКХ и дорожного строительства систематически рассматриваются в ходе работы совещательных органов при главе региона. По фактам хищений и нецелевого использования бюджетных средств в сфере ЖКХ в производстве правоохранительных органов Ненецкого округа в текущем году находилось 10 уголовных дел. Уголовных дел в области дорожного строительства не возбуждалось. Для того, чтобы эффективнее выявлять и предупреждать факты хищения и нецелевого использования бюджетных средств, администрация округа заключила соглашение о взаимодействии со следственным управлением по Архангельской области и Ненецкому округу, прокуратурой округа и полицией. В октябре в округе была создана комиссия, координирующая работу по противодействию коррупции. Ее возглавил Игорь Кошин. Выявление фактов незаконного пребывания на территорию Ненецкого округа иностранных граждан и лиц без гражданства. На это направлена операция «Мигрант». Она проводится на региональной дороге Нарин-Марусинск. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции ведут профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом на еженедельном оперативном совещании при главе региона сообщил главный полицейский округа Олег Ильиных. Также начальник полиции доложил о криминогенной обстановке в регионе. За прошедшую неделю зарегистрировано 113 сообщений о правонарушениях. Из них 26 – деяния преступного характера. Я уже формировал об этом с первого ревня. Один факт присвоения растрата, один факт, и один факт покушения на изнасилование. По 23 преступлениям лица установлены, по 3 работаем над установлением. Что касается дорожно-транспортной обстановки, за прошедшую неделю зарегистрировано 11 ДТП, что на 10 меньше, чем за прошедшую неделю. Всего же сотрудники ДПС выявили 153 административных правонарушения. Сотрудники ГИБДД обнаружили трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, пять автомобилистов, не имеющих права управления транспортными средствами, а также пять водителей, лишенных водительских прав. Глава региона Игорь Кошин ответит на вопросы жителей Ненецкого округа. Прямая линия с губернатором пройдет в конце октября в эфире радио Наринмар-ФМ на частоте 102,5. В течение двух недель в средства массовой информации округа поступили интересующие вопросы от жителей Наринмара и окружных сел. Всего в адрес руководителя округа поступило около 100 вопросов. Да, действительно, две недели проходил прием вопросов от граждан. А соотношение вопросов от жителей города и села примерно 50 на 50. То есть, хочу отметить, что очень активны наши жители сельских поселений, ну а проблемы традиционно наболевшие. Это вопросы из социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы развития промышленности, развития поселений. Прежде всего, конечно, ситуация с изменением предоставления льгот населению. Основная часть вопросов связана именно с этим. И, естественно, что мы с этого и начнем, нашу прямую линию с губернатором. Второй вопрос, который также волнует жителей округа, это состояние рыбной отрасли. Проблема питьевой воды в поселке Искатели. По словам Татьяны Баевой, часть вопросов, поступивших в адрес губернатора, личного характера. Но и эти обращения не останутся без внимания. Ответы на них жители получат по телефону или в письменном виде по почте. И хочется еще отметить неравнодушие жителей нашего округа, потому что часть вопросов, они также содержат напутствие, советы губернатору, что действительно крайне важно для нас. Потому что, собственно, для чего работает власть? Для того, чтобы повышать качество жизни населения. Ответы на самые резонансные и проблемные вопросы будут даны губернаторам в эфире Наринмар-ФМ. Те вопросы, которые в силу ограниченности эфирного времени и не смогут попасть в эфир, станут темами телевизионных сюжетов и газетных публикаций. Вопросы в области межнациональных отношений можно будет задать, позвонив на специальную горячую линию. Ее номер 2-30-57. Открытие линии предусмотрено постановлением главы региона. Оно направлено на постоянный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе и оперативное реагирование на конфликтные ситуации в этой сфере. Согласно документу, ответственным за организацию и проведение мониторинга, назначен Департамент региональной политики. Он будет ежеквартально запрашивать соответствующие информационно-аналитические материалы от Управления МВД, отделов ПМС и территориального органа Росстата. Главам Наринмара и Заполярного района рекомендовано незамедлительно информировать Департамент о конфликтных ситуациях в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территориях муниципалитетов. Согласно последним данным Департамента региональной политики, на территории округа проживают представители более 70 национальностей. Это в первую очередь русские – 66,1%, ненцы – 18,6%, коми – 9%, украинцы – 2,4%, белорусы – 0,7%, татары – 0,5% и азербайджанцы – 0,4%. Рыбохозяйственный комплекс вновь должен стать одним из приоритетных направлений в развитии округа. Наш регион готов включиться в решение задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным. До 500 тысяч рублей семейно-родовые общины региона смогут получить гранты из окружного бюджета на обеспечение своей деятельности. Как насытить внутренний рынок качественной отечественной рыбопродукцией? Этот вопрос стал главным на заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. Президент страны четко обозначил векторы развития. Всеми мерами способствовать развитию рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей. Создавать необходимую инфраструктуру, строить суда. В условиях импортозамещения отечественная рыбная продукция должна идти не на экспорт, а полностью насыщать внутренний потребительский рынок. В эту задачу готов включиться и наш регион. Рыбохозяйственный комплекс вновь должен стать для Неницкого округа одним из приоритетных направлений развития. Об этом в интервью нашему телеканалу сказал руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак. На заседании Президиума Госсовета Владимир Путин отметил, что в российском рыбопромышленном комплексе накопилось немало вопросов и проблем. Они касаются и вопросов квотирования, изношенности рыболовецкого флота и отсутствия рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Проблемы характерны для многих рыбодобывающих регионов. Неницкий округ не исключение. Сегодня промышленным ловом рыбы в море и внутренних водоемах региона занимаются семь рыболовецких хозяйств, имеющих флот в количестве четырех судов. Переработкой рыбы занимается одно предприятие с производственной мощностью до 200 тонн сырья в год. Сейчас, в том числе и наши рыбаки, они готовы работать для обеспечения внутреннего рынка. Но для этого необходимо создание инфраструктуры. Та инфраструктура, которая у нас сейчас есть, она достаточно, скажем так, скромна. У нас есть только небольшой цех, который, мы знаем, представлен одним фирменным магазином «Аргус». И его объем переработки, это, скажем, несколько сот килограмм в день. Их, в принципе, более-менее хватает для обеспечения городского потребителя. Но и то мы знаем, что бывают периоды, особенно летние периоды, когда продукции недостаточно. Решить проблему с недостатком в регионе рыбной продукции, используя при этом разумные меры. Такая задача была поставлена губернатором округа Игорем Кошиным год назад. Именно тогда в регионе отказались от строительства огромного завода по переработке рыбы. Взамен был разработан новый проект, но уже не завода, а рыбоперерабатывающего цеха. Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая в водоёмах региона. Строительство объекта сегодня является приоритетом для властей округа, отметил Олег Белак. Что касается необходимого объёма, то есть хорошее взаимопонимание с нашими рыбак-колхозсоюзами. Они, как уже мы сообщали об этом, ждут в 2016 году поступления, скажем так, пополнения своего флота, то есть нового траулера. Нового траулера с новыми мощностями, с новыми холодильными обрабатывающими мощностями, которые уже позволят существенно качественно улучшить производимую продукцию, и, соответственно, обеспечить увеличение этой же продукции, поступления на внутренний российский рынок, ну и, соответственно, поступления на рынок нашего региона. Надо отдать должное и той поддержке, которую сегодня округ оказывает рыбные отрасли, отметил Олег Белак. Благодаря региональной программе субсидирования сегодня удаётся сдерживать цены на рыбопродукцию на уровне ниже, чем в соседних регионах. Какие виды выплат ждут людей пенсионного возраста в новом году? Увеличится ли сумма выплат ко дню пожилого человека? И смогут ли субсидию на приобретение жилья получить не только многодетные семьи, но и семьи с меньшей численностью? Эти и другие вопросы обсудили законодатели на заседании Комитета собраний депутатов. О грядущих переменах и адресной помощи нуждающимся расскажет Любовь Пермякова. Депутаты единогласно проголосовали за принятие на сессии проекта закона о единовременной выплате ко дню пожилого человека. Это категория граждан, относящиеся к детям войны, согласно которому к дню пожилого человека в округе существующая единовременная выплата в размере 10 тысяч для этой категории граждан старше 70 лет, которые проработали на территории округа 15 лет, будет выплачиваться 16 тысяч рублей. То есть доходность вот этих людей старше 70 лет увеличивается с 1 января 2016 года на 500 рублей в месяц. Изменения коснутся в новом году в предоставлении путевок мать и дитя. Планируется, что воспользоваться льготой смогут дети с 4 до 9 лет. При этом сопровождать ребенка может не только мама или папа, а также бабушка или дедушка, либо иной другой законный представитель. Планируется, что с 1 января 2016 года вступит в силу еще одно изменение. Оно коснется программы ипотечного жилищного кредитования, так называемую социальную ипотеку, благодаря которой молодые и другие семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Но, к сожалению, очередь по этой программе очень большая – более тысячи человек. Это разделение финансовых потоков, которые идут в рамках реализации ползакона на первоочередников и людей, которые стоят в общей очереди 50 на 50%. Проблема обусловлена тем, что в общей очереди у нас на сегодняшний день стоит 1186 участников, из них 47 первоочередников. Период ожидания в основном увеличился в последнее время с полутора лет до трех лет. По словам Сергея Свиридова, если сегодня этот вопрос не решить, период ожидания увеличится еще на несколько лет, так как действующая редакция закона предусматривает выделение бюджетных средств на оплату первоначального сноса по ипотеке сначала первоочередника, а затем всем остальным гражданам, имеющим право на эту меру социальной поддержки в порядке очереди. Внесенными поправками предлагается установить две равноправные очереди. В первую войдут нынешние первоочередники – многодетные семьи, усыновители и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Граждане, проживающие в НАУ, не менее 10 лет, со среднедушевым доходом семей не более четырехкратной величины прожиточного минимума. И молодые семьи, имеющие место жительства в округе не менее 5 лет. Бюджетные ассигнования, предусмотренные окружным бюджетом на социальную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании, планируются распределить между этими двумя очередями в равных долях. Эти социальные проекты депутаты рекомендовали к принятию на сессии, которая пройдет 22 октября. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Семейно-родовые общины региона смогут получить гранты из окружного бюджета на обеспечение своей деятельности. Соответствующий проект постановления принят на заседание администрации округа. Принципиально новый вид поддержки семейно-родовых общин будет реализован в рамках госпрограммы сохранения и развития КМНС в Неницком округе. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей. Новый механизм поддержки в виде грантов придет на смену существующей форме поддержки семейно-родовых общин. Ранее через окружной бюджет осуществлялась централизованная закупка различных материалов, которые, к сожалению, не всех устраивало. По своим характеристикам сегодня мы меняем свой подход в поддержке наших семейно-родовых общин. Будем оказывать помощь тем общинам, которые желают реализовывать проекты, которые будут направлены на сохранение традиционного образования. В первую очередь развитие новых форм хозяйственных деятельностей, такие как этно-туризм, летний отдых детей и другие направления, которые позволят создать материально-техническую базу в рамках полученных грантов и иметь возможность получать дополнительные доходы этими общинами, решать вопросы занятости в том числе и дать возможность развиваться хозяйством. Заявки на предоставление грантов из окружного бюджета будет рассматривать специально созданная комиссия при Департаменте региональной политики. Условия и порядок проведения конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации. Гранты семейно-родовым общинам разыграют до конца 2015 года. В Наринмарском ЭТП настал, пожалуй, один из самых сложных периодов с технической точки зрения. Почему, расскажем буквально через минуту. Я вообще не люблю, когда сильно холодно. Поездка в минус. Общественный транспорт Наринмара готовят в северной зиме. Что ждать на этот раз? Теплый салон или снова снежное царство? На Наринмарском ЭТП наступил один из самых сложных с технической точки зрения периодов. Пассажирские автобусы готовят к трескучим морозам. 80% транспорта обслуживания уже прошло, сообщают на предприятии. Утеплены салоны, приведены в порядок обогревательные пушки. Появились, кстати, и новые. Вот только спасет ли все это пассажиров, например, в минус 30, выяснял Олег Хатензейский. У меня кровь горячая. В салоне почти минус и пар изо рта, а на Галине Федоровне лишь пара тонких кофт. Говорит, не холодно. За 17 лет, мол, уже привыкла. Очередная предстоящая зима кондуктора вовсе не пугает. Она за коллег больше переживает. Водители и кондукторы уверены, сейчас еще ничего. А вот в минус 30 салон непременно превратится в снежное царство. Заводская система отопления, которая остановлена на автобусах, абсолютно не справляется с нашими морозами. В этом году АТП закупило 4 новых котла. Это системы отопления. Они уже установлены. Теперь получается 30 из 24 автобусов отопительным оборудованием укомплектованы. Еще на шести его размещение просто не предусмотрено. Впрочем, на предприятии уверяют, в салоне и без него тепло. Это говорят те, кто работает в теплых кабинетах. Бывают случаи, когда просто-напросто это оборудование, может быть, вышло из строя и нет на замену каких-то запчастей. В таких случаях бывают такие ситуации, что автобус работает без обогрева салона. Но в любом случае экстренно принимаем меры. А вот многие пассажиры, согласно нашему опросу, на температуру в салоне автобуса и вовсе внимания не обращают. Мол, уж точно теплее, чем на улице. Получается, что от холода в салоне автобуса больше всех страдают кондукторы. Ведь если на улице минус 40, их работу никто не отменяет. Да и молока им за вредность тоже не дает. Так что поистине героическая профессия. Олег Катанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Как стать офицером военно-воздушной академии и берут ли девочек в летчики? На эти и многие другие вопросы школьников ответили представители военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Встреча прошла в первой школе и собрала несколько десятков будущих выпускников. Алина Вучейская продолжит. Встреча военных со школьниками началась в презентации военно-воздушной академии. Это единственный и системообразующий многопрофильный вуз ВВС России. Он осуществляет полную военно-специальную подготовку по 43 специальностям. Здесь сосредоточена подготовка офицерских кадров для военной авиации и войск радиоэлектронной борьбы, включая летные и штурманские составы, офицеров боевого управления и многие другие. Представители академии рассказали выпускникам о том, как стать офицером военно-воздушных сил. Это мужская все-таки профессия, мужская обязанность защиты Родины. Ну, во-вторых, престиж армии сейчас не то что поднимается, постепенно поднимается и находится на довольно-таки солидном уровне. Сравнивая даже, может быть, лет 10 назад, даже 5 лет назад, сейчас служить в армии престижно и достойно. И защита Родины, в общем-то, мужская обязанность. Тем, кто хочет связать свое будущее с военным делом, необходимо обратиться в отдел военкомата. Там пройти медкомиссию, на которой врачи примут решение о степени годности для поступления в военные учебные заведения. Затем будущим военным предстоит пройти профессиональный психологический отбор и сдать нормы физподготовки. При успешном прохождении этих этапов в военкомате скомплектуют личное дело, после чего направят его в приемную комиссию военных учебных заведений. После этого, значит, из военных учебных заведений приходит нам вызов, вызов приходит. И, значит, мы ребят отправляем уже для поступления в эти высшие учебные заведения. Значит, выписываем воинско-перевозочные документы. Ребята добираются до учебных заведений совершенно бесплатно за счет Министерства обороны Российской Федерации. И поэтому, значит, в общем-то, есть очень много преимуществ обучаться в высших военных учебных заведениях. Преимуществ действительно немало. На срок обучения курсанты содержатся на полном гособеспечении. Плюсом ко всему ежемесячное жалование в размере от 2 до 23 тысяч рублей в зависимости от успешности обучения. По окончании обучения выпускника Воздушной академии направят на службу в одну из воинских частей страны. Подать заявление о поступлении в выпускники школ должны до 1 апреля 2016 года.